Привет, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я могу с гордостью сказать, что мы обновили Сабишок. На самом-то деле, это первое обновление за полгода, которое можно называть крупным. Но это не означает, что мы просто были на чиле, ничего не делали и так далее. Нет, мы занимались бэкграундом проекта, его внутренней частью, чтобы выдерживать как можно больше игроков и не падать, чтобы сервера бы поддерживались и всегда были стабильны. Чтобы это всё осуществить, нам нужно было время. Да и вообще, это самая частая проблема стартапов, они не готовы к большим цифрам. Но мы уже подготовились. Окей, полгода мы что-то там делали, химичили, и в итоге сервера готовы. Проект готов, и он держится стабильно, ничего не падает. Что же дальше? Вы там обещаете обновления, вы их делаете? Да, мы их делаем, и сегодня я вам готов показать уже первые три обновления, которые вас обрадуют, правда. Если говорить по списку, то мы наконец-то улучшили скинченджер. Теперь там можно делать очень много чего интересного. Второе, мы сделали режим зомби эскейп, его просили многие. Третье, миссии на серверах сообщества, за которые ты получаешь грёбаные бабки. Я бы в это не поверил, когда я начинал только играть в CSGO в 2014 году, но я бы не поверил. Я, конечно, не ЧСВ, ну ладно, чуть-чуть, но, блин, это реально круто. Сейчас я буду хвастаться и показывать всё, что мы сделали, поэтому всем приятного просмотра и приятного аппетита. Давайте смотреть, что мы химичили 7 месяцев, что у нас получилось. Как только мы заходим на сайт, мы видим новый режим зомби эскейп, но о нём чуть позже. Заходим в скинченджер. Ну и, к примеру, мы хотим какой-то красивый дигл, но денег нет, а скин хочется. А тем более на крики, а тем более на мтэк. Понятное дело, это не проблема на сапешоке. Сначала я выбираю дигл, мне нравится пламя, нажимаем на шестерёнку и открывается большой выбор от статрека до качества, стикеров и именных ярлыков. Давайте сделаем дигл пламя статрек. Да, почему бы и нет. Качество сделаем что-то вроде... Давайте вообще по-косну максимально сделаем. Флот пусть будет 666. Вот так вот, красота. Именно так, 666, Морген, Штерн, Крут. Ну и самое главное, выбор наклеек обычно на серверах используется в менюшке, просто по названию. А у нас можно понимать вообще, какой стикер, что означает, как он выглядит и как он называется. Короче, вся информация есть подробная. Ну и самое главное, тут есть поиск, который поможет вам что-то найти быстренько. Окей, мы поставили стикеры, назвали дигл, выбрали флот, нажимаем применить изменения. Я выбираю сейчас дигл. Красота, красота! Ребят, ну это же просто красота. Я еще такой калаш поставил, мне всегда нравился этот калаш. У меня мечта купить его, но я что, дебил покупать его за такие деньги. Но на Сайбершоке можно. И тем более, это все сохраняется в базе данных, твои скины не потеряются. Даже если у тебя перемка закончится, мы это все помним. Я слышу вопрос из зала. Эрик, что за цифры на статтреке? 129 киллов. Все очень просто и интересно. Это то количество киллов, которое я сделал с дигла на проекте Сайбершок. Хоть бы это ДМ, хоть бы это Маньяк, или же какой-то, не знаю, ретейк. Все собирается и выписывается в этом статтреке. Но есть одна погрешность. У нас это все выписывается в статистику с недавнего времени. Поэтому ваше количество киллов будет чуть уменьшено. Окей, выходим в сервер. Понятное дело, эти все махинации можно проводить с любыми оружием, с ножами, перчатками. Поэтому все ваши идеи, они могут осуществиться на этом проекте. Если вам понравился скин друга, то вы заходите к этому другу, в Skin Changer, и вы просто ставите этот скин у себя. Теперь у меня калаш Азимов, мистера Флитиса. Как вы знаете, в компасе показываются ваши друзья из стима в сети, которые играют на Сайбершоке. Но если вы Хика, вы можете нажать на видимость на серверах, выключить. И теперь никто не узнает, что вы играете на Сайбершоке в этот момент. Ну и давняя просьба, теперь вы можете убрать свой премиум тег на серверах, просто нажав на кнопку выключить. Ну и сейчас самое интересное, это миссии на Сайбершоке. Вот она, звездочка. Нажимаем и переходим на эту страничку. Слева мы видим сразу же количество заданий. То, что мы получаем за них звездочки. Справа топ игроков, какие скины сегодня выпали. Внизу лента барабана и призы, которые вы можете получить в этой прокрутке. Боже, мне так это нравится, это просто нечто. Давайте расскажу подробнее про систему этих миссий. Тут отображается таймер. Раз в неделю миссии обновляются и меняются от начала до конца. За каждую выполненную миссию вы получаете одну звездочку. Как только вы набираете 5 звезд, вы можете прокрутить ленту, где может упасть просто лютые подарки. Если говорить про дроп, который здесь может упасть, это, во-первых, случайный ширф. Вот что может, там по рублю, по 3 рубля. Буква для слова. Это чтобы собрать слово с Абершок и получить дополнительное вращение, как я уже говорил. Случайная армецкая. Вот список того, что здесь может упасть. Самый дорогой дроп это 285 рублей. Игровой опыт. Это тот уровень, который у вас на серверах. Вот у меня скоро будет 14. Дополнительное вращение. Это бесплатная прокрутка еще раз. Случайная запрещенная. А вот и эти скины. Может упасть до 2000 рублей. Случайная засекреченная. 2650. Выбора очень много. И скины более-менее красивые. Премиум подписка в подарок. Там срок варьируется. Но в целом это приятный бонус. Подарочная подписка премиум лайт. Это еще плюс один. Случайная тайная. Здесь уже может упасть 8000 за раз. 2500, 2600, 2800. То есть выбора реально много. Коврик лоджтек G840. Карнитура G Pro X. Клавиатура и мышь G Pro. Это все придет к тебе на дом. Это все бесплатно. То есть если тебе падает девайс в дропе. То ты можешь его спокойно забрать. И мы оплатим доставку. И привезем в любую точку мира. Хоть это Австралия. Хоть это Грузия. Россия. Украина. Армения. Без разницы. Мы отправим куда угодно. Случайный нож. 41 тысяча рублей. Это просто нечто. И случайные перчатки. 27 тысяч гребаных рублей. Это просто нечто. Мне упал скин. И как мне его забрать. Заходим в профиль. В инвентарь. И здесь мы получается. Нажимаем кнопку забрать. И через 5 минут. Вам придет. Trade offer. Заходим в Steam. И он появляется здесь. То есть система примерно. Как и на кейсах. Как на CSF или и так далее. То есть ничего нового. Все очень удобно. Аккуратно. И пользуется максимально комфортно. О. Два трейда. А вот и они. Стат треки еще. Да господи. Что это такое? Два доллара. Все есть. Если у вас есть желание. Пропустите ленту. Но не выполнять миссии. То вы можете просто купить звезды. Они открываются просто по кнопочке. Я куплю 10 звезд на 500 рублей. И сейчас они у меня появились. Давайте запускать. Первая прокрутка ленты бонусов, призов. И нам падает. Цэшка. Цэшка. За 43 монеты. Давайте продадим. Так у нас осталось еще 5 звезд. И давайте прокрутим еще раз. Ага. Мне выпала привилегия из премиума. А нет. Это 200 очков опыта. Теперь мой уровень сабишока вырос еще на немного. Я скоро буду уже 14 левелом. Нет. 13. Так. Я хочу еще. Я покупаю 100 звезд. Мне падает USP за 280 рублей. Кстати, если вы собираете полностью буквы для слова. Сабершок. То вы получаете возможность прокрутить бесплатно эту ленту. Ну из этой ленты пропадут все синие вещи. Вы будете крутить только дорогие. Так что там гарантированно дроп. Крутим ленту еще раз. Я честно кайфую. Потому что осознаю, что это на моем сайте. 500 очков опыта мне выпало. Это получается, что я... А, нет. Я еще не готов. Мне нужно еще 2000 очков. Ну слушайте. Ну с таким успехом, мне кажется, мы апнем 2000 очков. Буква C. Хорошо, что не U. Теперь у меня первая буква есть. О, премиум лайт, дююд. Так. Нападает. Мак-10 за 571 рубль. Это шикарно. Я продаю. О, 3 рубля. Ладно. У меня появилась идея запустить большой крест варент. Поэтому прямо сейчас я хочу сделать прокрутку. Ну давайте допустим из 10 звезд. Давайте еще. 20 звезд. Погнали. Смотрим, что выпустит. О, что? Окей. Мне падает премиум лайт. За... Насколько? Вроде 2 дня. Следующая прокрутка, наверное, падает СЗ-ка. За 124 рубля. Неплохо. Премиум. Вау. А это уже настоящий премиум. Следующая прокрутка. У нас осталось еще... Все, это последняя прокрутка. И нападает 5-7. Нет, я хочу еще. Так, давайте 2 попытки еще. Ой-ой-ой. Там очень красиво все. Нападает P250 за 136 монет. И нападает премиум лайт. Ну я просто вызвали эту ленту уже. Наверное, читаем. Вот. Такие вы дела. Ну еще тут есть кинопад. Если у вас одна звезда, и вы не хотите дальше проходить миссии, вы можете вместо прокрутки ленты включить скинопад и принять участие. Раз в 24 часа вы можете нажать вот здесь присоединиться. И среди всех будет разыгрываться скин какой-либо. Может быть, дорогой, интересный. А может быть, даже девайс. Сейчас 26 участников. Пока не у всех есть премиум подписка. Есть шанс вступить в это количество. Пока их мало. Такие вы дела. На самом-то деле, мне сейчас очень хочется проверить, насколько интересно проходить эти миссии. Давайте проступать. На МДМ я уже чуть-чуть поиграл, поэтому это нужно брать в счет. Заходим на МДМ и проверяем, что будет. Так, у нас здесь премиум игроки. Проходят миссию. Если что, суть миссии совершать убийство в голову 420 раз. Ну, я думаю, что это не так уж и сложно. Тем более, это дается на неделю. И ты можешь просто по 30 скилов делать каждый день, к слову. И плюс разминка, и плюс в итоге звездочка. Очень удобно. На самом-то деле, чтобы стрелять в голову, мне надо просто спрейить. И рано или поздно голова и будет. То есть, если я прямо себе поставлю цель убивать только в голову, будет хуже. Это 100%. Я понял, что мне эта карта не подходит. Кстати, чтобы засчитались ваши киллы, нужно выйти с сервера. Они онлайн не обновляются. Вот я вышел с сервера, у меня было 60 киллов. Сейчас стало 84. Выходите с сервером, чтобы они посчитались. Это очень важно. Так, я хочу на МДМе, на самом деле, играть на карте Фуриус. Потому что она слишком далека. И у меня мало кто может попасть. А у меня с этим как-то попроще. Вот, на этой карте намного проще. Потому что слишком большое расстояние. И каких-то там спреев в твою сторону не будет. Здесь можно убивать только, если ты умеешь стрелять. В общем, я потратил 40 минут на эти миссии. И смотрите, что получилось. А получилось то, что я смог сделать половину миссии с АМДМ. Я сделал 255 хедшотов из 420. В целом, за 40 минут это очень достойно. Потому что на это задание дается 7 дней. То есть, я потратил меньше часа на одно задание. Хотя, дается 168 часов на его выполнение. Давайте говорить по факту. Эти миссии дают возможность тренироваться перед играми. То есть, если вы будете просто заходить на АМДМ. Делать по 50-40 киллов перед Фейситом. То вы рано или поздно добьете эту звездочку. И сможете прокрутить ленту в итоге. То же самое с десматчем. 800 киллов это 2 десматча. То есть, если по факту по 400 киллов делать. То вы сможете спокойно за один день даже все эти задания выполнить. Ну, чтобы себя не убивать. Пожалуйста, откладывайте эти задания на неделю. Чтобы было бы проще. Ну, а ровно через 5 дней, 20 часов и 31 минуту и 51 секунду. Будут 5 новых заданий. Как получить доступ к миссиям? Все очень просто. Это могут использовать только люди с премиум подпиской. Которые стоят 349 рублей. Не путайте, в лайте миссии нет. Почему мы это так сделали? Если мы это бы сделали бесплатно, это было бы не очень. Во-первых, призы были бы дешевые. Потому что мы бы не окупались. Мы бы вообще не зарабатывали. Во-вторых, сфера были бы полностью забиты. А нам такой онлайн не нужен. Потому что это будет просто неиграбельно. Это слишком большая нагрузка. И она не оправдана вообще ничем. Поэтому премиум. Люди поменьше. Используют только те, кому это реально интересно и нужно. И пока мы хотим остановиться именно на этой стратегии. Такие вот дела. Я очень доволен тем, что мы сделали это реально большой прорыв в серверах сообщества. Это просто миссии в серверах. Где можно получить девайс Logitech на дом. Это реально круто. Я с тобой не прощаюсь. Жду тебя на Сабишоке. И самое главное. Если у тебя есть премиум подписка, то ты видишь, где играют проигроки либо таланты. Так что если я где-то буду играть, ты сможешь присоединиться просто за один клик. Ладно, за два. Ну извиняюсь. Ну а ссылочка на Сабишок есть в описании. А я пошел снимать дальше ролики. Спасибо. И до встречи на Сабишоке.